Жителям молдавских сел известно, кто следующий президент США, хотя некоторые не могут произнести его имя. Знаете, кто победил на выборах президента Америки? Вы слышали, кто победил? Кто президент? Я телевизор уже и не смотрю. А новости не слышали об этом? Тот, как его зовут? Я не знаю, как Драм? Дональд Трамп. Вы слышали, кто победил на президентских выборах в Америке? Как его? Трамп. Вам известно, кто он? Слышали о нем? Да, да. Что вы о нем знаете? Что хочет чего-то хорошего. Спасибо, не понимаю. Если имя республиканца Дональда Трампа людям известно, то как зовут его оппонента, демократа Камалу Харрис, они не очень-то знают. А тебя уйдет он Америка? Чифрыща динь, так ищи гад. Слышали, с кем он конкурировал? С женщиной. Не могу назвать ее имя. А вот сейчас были президентские выборы США. Вы знаете, да? Кто там победил, знаете? Да, Трамп. А кто второй кандидат был, знаете? Не знаю, женщина, не знаю, как ее зовут. А, даже не знаю. О, З, да. Я слышал, да. Но после победы господина Трампа у всех колеса сдулись. А вы знаете, с кем соревновался господин Трамп? Камала Андерсон. Камала Харрис. Харрис, вот. Да, она победила. Мы тоже смотрим новости. Знаете, у кого новый мандат президента Америки? Конечно, у Дональда Трампа. И думаю, что это в определенной степени затрагивает и нас. Но лично я не могу сказать, что болела за Камалу Харрис или Дональда Трампа. То есть поздравление победителю. Даже если молдаване не помнят точно имен кандидатов на пост президента Америки, большинство из них надеются, что смена власти в Белом доме в лице Трампа принесет долгожданный мир в соседнюю Украину. Слышали вы о президентских выборах в Америке? Кто победил? Я слышала, что Трамп. Что вы думаете? Не знаю, хороший ли он человек для своей страны. Он не хочет портить отношения с Россией, со многими странами, с семью странами. Я прочитала в телефоне. Он не хочет портить отношения, потому что нам со всеми надо жить хорошо. Прежде всего он прекратит войну с соседями, с Украиной, потому что финансирование прекращается, и поэтому Зеленский ездит туда-сюда и ничего не получает. Приход к власти Трампа в США выгоден и нашей стране, убеждены сельские жители. Как вы думаете, после победы Трампа на президентских выборах изменится ситуация в нашей стране? Да, я думаю, изменится. Будет хорошо. На прошлой неделе в США прошли президентские выборы, на которых примерно 244 миллиона американцев выбрали нового главу государства. Борьба велась между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, и последний победил. Трамп приступит к своим полномочиям 20 января 2025 года после инаугурации и принесения присяги.